В Казахстане не утихает недовольство, чьи адресат российская журналистка грузинского происхождения Тина Канделаки. Она вызывала волну возмущения в начале года, когда заявила, что в Казахстане притесняют русский язык. В последнее время свой гнев общественность обратила на сеть магазинов «Золотое яблоко». Причина в том, что в них продавали косметику принадлежащего Канделаки бренда. Каналом для выражения недовольства стало приложение «Тугиз». Там начали множиться негативные отзывы о компании. «Золотое яблоко» поддерживает фашистские взгляды Тина Канделаки. «Проходите мимо, закройте этот магазин, выделите ему видное место в Астане». Человек, не уважающий нашу страну и народ, не должен зарабатывать денег за наш счет. Работая на рынке Казахстана, будьте уважительны и честны. Косметика Тина оскорбляет чувства казахстанцев. Сеть магазинов «Золотое яблоко» российская работает в нескольких городах Казахстана. Администрация компании не ответила на десятки отзывов, которые появились в приложении в последние несколько дней. Негативные комментарии выплеснулись и в социальные сети. При этом они являются крупной компанией, которая должна следить за своим имиджем среди своих покупателей и как-то прислушиваться к ним, наверное, а не полностью игнорировать ситуацию и просто играть в молчанку. Главная проблема в том, что они играют в молчанку и игнорируют многочисленные комментарии своих посетителей, клиентов и в целом казахстанцев. Но призывы, по всей видимости, не остались незамеченными. Сейчас продукции бренда «Канделаки» нет в наличии ни на сайте, ни на полках. Сотрудница магазина «Золотое яблоко» в Истане говорит, что причиной стал интернет-протест. Нет, уже нет. В Истане нет. Вы не можете уже заказать. По словам продавца, товар пользуется спросом в Казахстане, но после выпада «Канделаки» в адрес страны и жалоб покупателей продукцию сняли с продажи. В начале января стало известно, что в Казахстане намерены переименовать ряд жизнедорожных станций, изменить их русифицированные названия на «казахские». Это не понравилось «Канделаке». 16 января журналистка назвала происходящее опасной тенденцией, которая может привести к закрытию русских школ, снятию советских памятников и запрету русского языка. Пост «Канделаки» в Телеграме вызвал волну гнева в Казахстане. В МИДе страны призвали игнорировать слова журналистки и заявили, что ей запретят въезд в Казахстан. Из соседней России регулярно звучат провокационные комментарии, которые публично высказывают известные персоны, а иногда и депутаты, и которые ставят под сомнение суверенитет и территориальную целостность Казахстана. В Истане в большинстве случаев воздерживается отрезка реакции. Там заявляют, что такие заявления не отражают официальную позицию Кремля.